Пациенты очень активно идут к нашим докторам, то есть вот именно акцент на работу по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и чуткие подходы к их лечению именно на амбулаторном этапе. Спасибо, Леонид Иванович, присаживайтесь, потом тоже еще вопросы будем задавать. Спасибо, Леонид Иванович. В конечном итоге это все имеет смысл, если мы понимаем, кто в них будет учиться, заниматься, в каком количестве, в какой период времени. И в этом плане, значит, я сразу сделаю рог, у нас Белохоломинский рог действительно по многим параметрам является одним из передовых районов. Это действительно правда, и мы об этом говорим, и считаем, что большая заслуга в этом действительно Олег Валентиновича была. Но вот по вопросам демографии мы считаем, что все-таки есть еще достаточно серьезные недоработки. У нас стоит очень амбициозная задача в 2015 году добиться в области естественного прироста населения. То есть рождаемость в области в 2015 году должна превысить показатель смертности. У нас на сегодняшний день есть ряд муниципальных образований, где рождаемость превышает смертность. Это в том числе и, в общем, достаточно недалекий от вас территории, тот же Афанасевский район, это Верхашижевский район, это город Киров. Как ни странно, то есть там не только за счет миграции, так, то есть вы знаете, что недавно город Киров нас снова вернул, там, связано с города полумиллионника, так, то есть, хотя еще совсем недавно, там, вот, там, 480 тысяч, так. И, по итогам этого года, тоже еще часть районов перейдет уже к естественному приросту, у Белохолминского района мы видим, что вот этот показатель, там, рождаемость, смертность, он сближается, но еще раз берется достаточно серьезный этот разрыв. Причем, как за счет, все-таки, невысокой рождаемости, так и за счет высокой смертности. То есть, чтобы было понятно о цифрах, о которых мы говорим, рождаемость в Афанасевском районе в полтора раза выше, чем у Белохолминского района. При том, что по очень многим социально-экономическим показателям Афанасевский район стоит намного взадимый у Белохолминского района. У меня иногда складывается ощущение, что у нас Белохолминцы только была администрация, занимаются вопросами демографии, значит, вплотную все остальные, как-то, значит, этому вопросу уделяют и столько важное значение. Я хочу сказать, что мы этот показатель, мы, опять-таки, сейчас и при оценке деятельности органов власти, то есть мы, когда распределяем гранты, ввели отдельный грант по росту фонда оплаты труда и отдельный грант по демографике. Потому что это вопросы, еще раз говорю, которые требуют действительно, без всякого смеха, непосредственно участия органов местного самоуправления. Потому что, еще раз говорю, каких-то просто объективных параметров, что рожают там, где хорошо платят, нет. То есть, в общем, у нас действительно ситуации везде очень разные. Как показать практику, вот там, где органы местного самоуправления очень серьезно уделяют внимание вопросам рождаемости, вопросам, значит, там, отказа от абортов, это очень большая категория, да, значит, там, вопросам поддержки новидетельных семей, там эти показатели, эти результаты просто видны налицо. Что касается смертности, значит, вот, Леонид Дмитриевна говорила, так, то есть, и понятно, что там и по сердечно-сосудистым заболеваниям, я считаю, что действительно, включение в программу лекарственного страхования позволит ситуацию исправить. Я бы попросил особое внимание уделить вопросам смертности от внешних причин. Это очень большой показатель и у нас в области, и у вас в районе. Причем, показатель смертности от внешних причин, это, в подавляющем своем числе, это людского способного возраста. Понятно, что смерть – это всегда трагедия, это всегда беда, и когда человек уходит из жизни 80 лет, 85 лет, но когда человек уходит из жизни, там, 40-45 лет, это вдвойне трагедия, да, потому что он действительно еще там находится в самой свете сил, мы о чем-то вот там, у нас, как бы, с вами пример Олег Валентинович, он, собственно говоря, предупреждает, да, сколько мог сделать человек, да, и там, собственно говоря, какие были планы, и какие, значит, ставились задачи, которые сейчас там мы будут выложены смотреть, как мы будем их, там, продолжать реализовывать. И эта задача по снижению смертности от внешних причин, это действительно задача комплексная работы как администрации, так и органов здравоохранения, так и правоохранительных структур, потому что в этой, так и МЧС, потому что в этой, в этой смертности от внешних причин, тут тебе и алкоголь, отравление, тут тебе и суициды, тут тебе и дорожно-транспортные происшествия, тут тебе и утопленники. Вот мы сегодня, значит, в Клинковке когда были, у нас сейчас уже, как бы, в области, да, значит, там 34 утонувших. Причем, то, что, как бы, рассказывают спасатели, то есть, ну, в общем, считается, там, не поддается описать, как малюсенькая речка, там, да, в которой, собственно говоря, там, глубина, там, 40 сантиметров, начал тонуть 4-летний ребенок, его пьяная мама пошла спасать, утонул, и пошел пьяный пап, кстати, тоже утонул, так. Все, там, три трупа, значит, там, на ровном месте, что называется. Вот, еще раз говорю, это вопрос не медицины, да, то есть, собственно говоря, вот в таких случаях медицина бессильна, да, а вот как раз шанса задача и профилактики, и своевременной работы, и общественных организаций, и администрации, и правоохранительных органов, и, там, других структур, вот это очень важно, то есть, потому что мы можем и должны увеличивать рождаемость, но если у нас будет сохраняться, там, столь высокая смертность, и в том числе смертность в трудоспособном возрасте, многие наши усилия, они, к сожалению, там, успехом не уменьшаются. Поэтому у меня просьба, да, Владимир Андреевич, значит, там, может быть, в каком-то плане, там, свежим взглядом на эту ситуацию посмотреть, да, посмотреть положительные опыты. У нас есть районы, где есть предположительные практики, там, в советском районе достаточно хорошая программа, совместно с органами внутренних дел, там, по борьбе с алкоголизацией они проводят, там, в ряде других территорий. Очень важно, чтобы эта работа воспринималась именно как одна из стратегических задач, которые состоят перед районом. Анатолий Михайлович, пожалуйста, по образованию детского школьного учреждения.